Ажиотажа возле приёмной депутата не наблюдалось. Возможно, потому, что граждан принимали по предварительной записи и в назначенное время. Большинство вопросов были частного характера. Так, например, Татьяна Ануфриенко из Баградского района, многодетная мама, попросила оказать материальную помощь для ремонта электропроводки в доме. Часть жалоб касалась медицинской помощи. Из Балаксы были люди тоже, потому что вопрос возникает. Не могут оказать, не могут лекарственные средства купить, потому что нет аптеки. Приезжает очень редко вот этот автобус аптечный, машина из реформации. Больничный корпус много-много лет уже не может быть достроен. Естественно, люди находятся на достаточно удаленном расстоянии от любых вот этих медицинских учреждений, где можно было получить достойную медицинскую помощь. Тоже надо эти вопросы решать. Жаловались не только на медицинское обслуживание. Были обращения от самих медиков по поводу обеспечения жильем. В республике этот вопрос решается в сельской местности. А вот городских врачей обеспечить квартирами гораздо сложнее. Есть компенсация за аренду жилья, но в связи с дефицитом бюджета выплаты задерживают. Сейчас в республике разработана же программа оказания поддержки именно по жилищным вопросам молодым семьям, не только на селе, потому что по селу уже эта программа, она и федеральная действует. А наша республиканская программа будет, и сейчас, в том числе и в Абакане, начинается строительство жилья, именно эконом-классы, которые могут предоставляться как социального найма. Социального найма, но даже в постановлении прописано, что в перспективе они могут быть и приватизированы. Записался на приём к депутату Госдумы и глава Джаникидзевского района. Цена вопроса – 40 миллионов рублей. Именно столько необходимо местному бюджету, чтобы провести реконструкцию в заброшенном здании и разгрузить переполненную школу. Сегодня в Копьёво учатся 540 детей в две смены. Мы нашли выход реконструировать бывшее здание банопрачного комбината, оно в очень хорошем состоянии, но надо просто его внутри реконструировать. Поэтому цена вопроса – 40 миллионов, а если нам сегодня строить новую начальную школу и детский сад, оно будет – 144 миллиона. Поэтому просьба была к Надежде Сергеевне выделить средства, именно федеральные средства, эти программы в 40 миллионов, чтобы нам сделать, реконструировать двухэтажное здание под детский сад, школу. Надежда Максимова обещала помочь Копьёвской школе попасть в федеральную программу строительства и реконструкции учебных заведений. Возможно, деньги на ремонт найдутся уже в этом году. В любом случае, все обращения граждан так или иначе будут решаться на местном, республиканском или федеральном уровнях.